В Вене лицо Сиси можно увидеть повсюду. На магнитах, на брелоках, на открытках, на зеркальцах, на блокнотах и даже на бумажных салфетках. Есть шоколад Сиси, шампанское Сиси, кукла Сиси, статуэтки Сиси. Именем Сиси названы улицы, площади, мосты и даже целые районы, не только в Вене, но и в Будапеште, Мюнхене. Каждый год на конуне Рождества в Австрии показывают сериал про Сиси с Ромми Шнайдер в главной роли. Судьба словно посмеялась над ней, ведь сама Сиси не любила жить под прицелом человеческих глаз. Избегала толпы и официальных приемов. Во время прогулок прятала лицо от прохожих под вуалью и зонтиком. Но главный вопрос, в чем причина такого ей поклонения? Хорошего для людей она сделала мало, ведь Сиси не занималась благотворительностью, не защищала обиженных и обездоленных, ни в чем не участвовала, в отличие от принцессы Дианы, слава которой сопоставима. Кто и что была причиной ее жизненной трагедии? Любила ли она мужа на самом деле? Правда ли, что она сама посодействовала его многолетней любовной связи на стороне? Кто был ее единственной любовью в жизни? И что делала Сиси для сохранения молодости и красоты? Но перед этим хочу поделиться отличной новостью. Наша книга уже в продаже. Поверьте, читать нас не менее интересно, чем смотреть. И спасибо издательству АСТ, издание просто великолепное. Книгу приятно держать в руках и не стыдно подарить. Мы отобрали для вас самые неожиданные факты о 20 самых неоднозначных личностях мировой истории. Леди Диана, княгиня Ольга, Матильда Кшесинская, Анна Керн, последняя российская императрица Александра Федоровна. Что из того, что вы слышали о них, на самом деле не более чем миф. Этих историй не будет на наших ютуб-каналах. Заказать книгу можно по ссылкам в описании. Есть там и международная доставка. А также теперь ее можно купить и в магазинах сетей читайгород, буквоед и библиоглобус. Ссылку на интернет-магазины оставлю в описании. В ночь на Рождество 1837 в Мюнхене в семье герцога баварского Максимилиана Иозефа и его второй жены Людовики Вильгельмины, принцессы Баварской, родилась девочка, которую назвали Елизаветой Амалией Евгений. Учитывая, что она родилась накануне Рождества, в воскресенье, да еще и с крошечным зубиком во рту, как Наполеон, окружение пророчило ей великое и счастливое будущее. Это предсказание сбылось, но, к сожалению, лишь наполовину. Маленькую Елизавету все ласково называли Сиси, и это прозвище осталось с ней на всю жизнь. Всеобщая любимица Сиси в детстве была подвижной и веселой девочкой, любила прогулки на природе, цветы и домашних животных. А вот учиться она совсем не любила и увиливала под любым предлогом от этой скучной обязанности. Все дело было в наследственности. Ее отец, как и сама Сиси в будущем, не мог усидеть на месте и постоянно был в разъездах. Хотя восемь детей, не считая внебрачных отца, видели редко, этот сумасброд был их любимцем. Изредка появляясь в их жизни, он обязательно устраивал что-то смешное и даже сорвал уроки. Однажды он выкупил негров из рабства, привез их с собой и окрестил. А еще под видом круглого стола короля Артура устраивал попойки для своих друзей, игравших роль рыцарей. Воспитанием детей занималась строгая мать, Людовика Баварская. Прошло время, Сиси исполнилось 15. Родная сестра ее матери, София Баварская, начала усиленно искать невесту для своего сына, 23-летнего императора Австрии Франца Иосифа. Молодому императору были нужны наследники, чтобы сохранить за своей семьей императорский трон. Мать торопилась с выбором невесты, пока Франц Иосиф во всем слушался ее. Эрцгерцогиня София выбрала ему в невесты Хелену, старшую дочь своей родной сестры Людовики. Хелена, по всем отзывам, была весьма привлекательной, сообразительной и добросердечной девушкой. На смотрины Людовика Баварская взяла вместе с Хеленой ее младшую сестру, 15-летнюю Елизавету, которая расцвела как майский цветок. Роскошные волосы Сиси и ее обаяние произвели на молодого императора самое сильное впечатление. На первом же балу, в нарушении всех правил этикета, Франц Иосиф два раза подряд приглашал на Котильон Сиси, что тогда было практически равнозначно предложению руки и сердца. Своей матери император категорически заявил, что он женится только на Сиси. «Я влюблен, как лейтенант и счастлив, как бог», – написал Франц Иосиф в письме другу. Обе матери прекрасно понимали, что этой девочке подростку еще рано становиться женой, и уж тем более исполнять роль императрицы. Но Франц Иосиф настоял на своем и потом поплатился за это решение всей своей несложившейся семейной жизнью. О чувствах и желаниях девушки, как водится, не спрашивали. А вот она о своих чувствах сказала так. «Да, я уже люблю императора, но зачем? Зачем он император?» Будущее положение пугает девушку, и она искренне не понимает, почему все говорят о выпавшем на ее долю большом счастье. Перед венчанием с ней случилась истерика, и она плакала на взрыд. Ее сильно испугало повышенное внимание к своей персоне, когда вся вена рассматривала ее как диковинное существо. Всю церемонию венчания она была как во сне. Любые другие молодожены сразу после свадьбы обычно отправляются в свадебное путешествие, но императорская чета не принадлежит самой себе. Их ожидает трудное испытание в виде множества праздников и торжеств. И Сиси покорно участвует во всех этих церемониях и праздниках рука об руку со своим супругом. Где бы она ни появилась, везде вызывает всеобщее восхищение. Однако ей само это не доставляет почти никакой радости. Их первая брачная ночь состоялась на третий день после свадьбы, и показалась ей кошмаром. В 16 лет она была не готова к сексу. Как результат, всю оставшуюся жизнь Сиси не испытывала полового влечения. Оказалось, что весь ее день теперь расписан по часам, а эрцгерцогиня София не отходит от нее ни на шаг со своими рекомендациями. Мышеловка захлопнулась. Быть императрицей — это навсегда. Сиси напишет стихотворение о своей участи. «Я проснулась в темнице, на моих руках оковы. Мною все больше овладевает тоска. А ты, свобода, отвернулась от меня». Мать Франца Иосифа, эрцгерцогиня София, прекрасно понимала, что ее невестку надо учить манере держаться, делать реверансы, приветствовать подданных, уметь одеваться по протоколу. Она считает своим долгом сделать из неопытной девочки настоящую императрицу, однако при этом она обращается с ней чересчур жестко, вызывая обратную реакцию. Стоило кому-нибудь хоть немного обидеть Сиси, как этот человек навсегда становился ее врагом. Так было и со свекровью. Если сначала девушка старательно училась, то скоро ей все это надоело, и она стала пренебрегать обучением, вести уединенный образ жизни и делать то, что ей нравилось, а именно читать и рисовать. Эту ситуацию осложняло ее честолюбие и гордость по поводу своего нового положения. «Я императрица, первая женщина государства, и нет никого выше меня». Нам старательно рисуют образ Сиси как бунтарки против старых порядков императорского дома, рвущейся на свободу. Но ведь выросла она в семье герцога, где с момента рождения ее готовили к роли жены монарха или герцога. Вопреки всему, она не проявляла никакого интереса к делам мужа, двора и всей императорской семьи и предпочитала одиночество. Позже, в письме к матери, она признается в своей нелюдимости и лени. В остальных случаях немецкие принцессы, выйдя замуж за королевских персон других государств, упорно трудились, чтобы во всем достичь совершенства. Главная задача молодой императрицы, конечно же, родить наследника. Когда Сиси объявила о своей первой беременности, мать императора Софи тревожить за ребенка постоянно контролировала ее и давала советы, как себя вести, имея большой материнский опыт. Свекровь заставляла беременную императрицу, несмотря на ее протесты, гулять в парке вдоль изгороди, чтобы продемонстрировать нации будущего наследника. Сейчас это поведение эрцгерцогини Софи расценивается как проявление ее жестокости и насилия над личностью невестки. Прошло 19 лет, и лишь у постели умирающей свекрови Сиси поняла, что в ее душе не осталось и следа от былой враждебности, и что на ней самой лежит часть вины за скандалы и недоразумения между ними. В 1855-м у Сиси родилась девочка, которую назвали как бабушку Софии. Она сама бесконечно была рада рождению ребенка, но эта радость продолжалась недолго. Свекровь лично подбирает многочисленную прислугу для новорожденной, так что матери почти не удается побыть с ней наедине. Поскольку у Сиси нет ни малейшего желания встречаться с дочерью в присутствии свекрови, то она крайне редко поднимается к своей малышке, которую, к тому же, поселили далеко от покоев матери. Эту ситуацию литераторы и историки представили как желание свекрови лишить Сиси материнских радостей. Через 15 месяцев родилась вторая дочка – Гизелла. Гизеллу, как и старшую сестру, разместили в детской, рядом с покоями эрцгерцогини Софии, а Елизавете позволялось навещать детей в строго определенные для этого часы. Это было ужасно, но это было нормой для монарших семей, когда большую часть времени с детьми занимались нянечки, кувернеры, учителя, а родители навещали их в строго определенное время. Другие императрицы этот порядок воспринимали спокойно. По общепринятой версии, Сиси воспринимала отлучение от детей настолько остро, что переживания сказались на ее психике. Франц Иосиф, заметив столь резкие перемены в ее поведении, написал матери бумагу, в которой просил ее переселить детей ближе к Сиси, чтобы она могла с ними чаще видеться и заботиться о них. И София пошла ей навстречу. Сиси теперь могла проводить с девочками все время, но она вместе с Францем Иосифом отправилась в путешествие по Альпам. А весной 1857 императорская чета поехала в Венгрию. По настоянию Сиси Францу удалось уговорить мать разрешить им взять с собой в путешествие дочерей, в сопровождении нянечек и кормилиц. Старше было два года, а младшей восемь месяцев. Во время визита императорской четы венгры были поражены красотой Елизаветы. А самое главное, она хорошо говорила на венгерском, ведь когда-то в детстве у нее был учитель, венгр. Оставив дочек в Пеште, на попечение нянечек и кормилиц, молодые отправились дальше, сопровождаемые восторженными криками венгров. Далеко родители не уехали, когда до них дошло известие, что девочки заболели. Младшая, Гизелла, быстро пошла на поправку, а старшая София умерла на руках у родителей. Сиси плакала с утра до вечера, но ужаснее всего для нее была встреча с эрцгерцогиней Софией. И хотя мать императора вела себя тактично, она остро ощущала свою вину в случившемся несчастье. Сиси было всего 19 лет, но ей казалось, что она замужем уже по меньшей мере 10 лет. Душевная боль ее временами принимала весьма странные формы. Она и раньше не отличалась чрезмерной общительностью, однако теперь совсем никого не хочет видеть, кроме императора, предпочитает гулять или ездить верхом, в полном одиночестве. К счастью, в 1858 Сиси родила долгожданного наследника трона, кронпринца Рудольфа. За воспитание будущего императора опять взялась эрцгерцогиня София с лучшими нянечками и воспитателями. Это важное для государства дело София не могла поручить неопытной 19-летней невестке. Вмешиваться в процесс воспитания наследника Сиси не имела права. Последние роды были тяжелыми, и после выздоровления императрица решила, что свои обязательства она выполнила и закрыла дверь в свою спальню для супруга. Император вынужден был искать утешение на стороне, а когда кем-то увлекался, то не скрывал свою новую любовницу. И Сиси это совсем не огорчало, ведь императрицей она будет оставаться до конца жизни. Психическое здоровье императрицы было подорвано тремя родами за 4 года и отъездом Франца Иосифа на Итальянский фронт. У нее была плохая наследственность. Отец ее был человеком веселым и активным, но время от времени его охватывали приступы острой непонятной тоски и периоды всепоглощающей грусти. С ней частенько случались похожие состояния. Муж был не на шутку обеспокоен этим. И тут Сиси находит выход и просит супруга отпустить ее провести предстоящую зиму на юге и не просто на курорт Австрийской Адриатики, а подальше от страны, на остров Мадейра, принадлежащий Португалии. Она совсем не задумывается о своих обязанностях жены и матери, императрицы и первой дамы огромной империи. Многие историки оправдывали ее, ведь ее присутствие рядом с детьми было бесполезно, всем заправляла свекровь, и она решила уехать, чтобы никому не мешать и вернуть свою потерянную свободу. Пришлось сказать всему миру, что императрица серьезно больна. Все монархи выражали сочувствие императорской семье. По просьбе императора, королева Виктория предоставляет в его распоряжение свою яхту для перехода из Антверпена на Мадейру. И на Мадейре Сиси снова чувствует себя беззаботным и счастливым ребенком, которым она была в глубине души. И это составляло одну из загадок ее неотразимого обаяния. Через четыре месяца она вернулась домой, и все повторилось. Дети находились под бдительной опекой свекрови, обожающий ее муж был постоянно занят государственными делами. Придворные испытывали враждебность к ней, все официальные приемы и встречи по-прежнему наводили на нее тоску. И здоровье Сиси опять ухудшилось, и опять императрица ничего не ела. Не пробыв в Вении месяца, по рекомендации врачей, она отправляется на греческий остров Корфу. Здесь она пристрастилась к козьему молоку и сыру. Для того, чтобы императрица употребляла только свежие молочные продукты, в дальнейшем, в длительные путешествия, специально брали козу. Супруг Францосев писал ей нежные письма. «Мой дорогой ангел, я снова остался один на один со своими печалями и заботами. При этом я опять чувствую, как мне тебя не хватает. Я по-прежнему люблю тебя больше всего на свете и совсем не могу жить без тебя». Подпись «Твой верный малыш». Потом были Венеция, Франция, Англия, и это стало началом ее непрекращающихся скитаний и отчаянных поисков счастья. К концу жизни она проехалась по всей Европе, побывала в Греции, Анатолии. Есть название ее поведению – «дромомания», при которой у человека появляется непреодолимое желание покинуть свой дом. Иногда это врачи называют «Сиси-синдром». Она писала, цели путешествия лишь потому желанны, что между ними лежит само путешествие. Если бы мне сказали, что я приеду и никогда больше не покину это место, то оно превратилось бы для меня из райского уголка в ад. В Вене Елизавета проводила не более двух месяцев в году. Обычно она возвращалась зимой, на свой день рождения – Рождество, первый Венский бал. За это короткое время придворные успевали устать от ее капризов и раздражительности. Но вскоре Сиси вновь начинала чувствовать себя пленницей и уезжала в дальние страны. Ее любовь к детям проявлялась лишь в письмах и подарках. Репутация Франца Иосифа, а также честь и достоинство императорского дома, страдали из-за странного поведения супруги, которая вызывала всевозможные выдумки об истинных причинах событий, происходящих в семье императора. Газеты писали «Императрица – это странная женщина, предпочитает бывать где угодно, только не в Вене». Но Елизавета не задумывалась ни о чем и делала лишь то, что ей нравилось, что считала нужным для ее здоровья, для ее красоты, используя деньги государственной казны и все выгоды своего положения. А взамен обязанность императрицы исполнять не желала. Франц Иосиф был словно рожден для своего высокого предназначения. И как человек дела, так и не смог понять мятежную душу Сиси. Он называл ее духовное искание пустым времяпрепровождением. Конечно, она была одной из самых красивых женщин своего времени. Божественно красива! Такую оценку дал ей персидский шах. А германский император сказал «Лучше не смотреть на нее слишком внимательно, иначе можно не заметить, как сердце начинает охватывать какое-то непонятное томление». Ее фрейлина и подруга Мария Фестетикс напишет «Быть рядом с ней, видеть ее – вот истинное удовольствие. На нее невозможно смотреть без умиления. Иногда мне кажется, что императрица похожа на Лилию. В другой раз она напоминает мне лебедя, фею или эльфа. Ее утонченности и благородства ее облика можно только позавидовать. Но отчего ей по-настоящему не хватает, так это радости и удовольствия от жизни». Стремление сохранить молодость и красоту у Сиси стало маниакальным. Ее племянница Мари Лариш по этому поводу скажет так. Она поклоняется своей красоте, как язычники своим оловянным башкам, и постоянно стоит перед ней на коленях. Со скуки Сиси заводит себе фотоальбом с фотографиями красавиц всего мира, которые ей по всему миру собирают австрийские послы. Главной гордостью были длинные дощиколоток темные волосы. Каждый день 2-3 часа уходит на их причесывание и укладку. Притом соблюдались строгие правила. Вокруг кресла расстилалась белая простыня, суетились парикмахеры в белых перчатках, и любой выпавший волосок складывался в специальный серебряный сосуд, а императрица его лично рассматривала. Ее племянница потешалась над этой привычкой, отмечая, что все волосы на голове тетушки, видимо, пронумерованы. Раз в две недели волосы мыли специально приготовленной смесью из десятков яичных желтков и дюжины бутылок коньяка. По уходу за кожей лица она постоянно меняла состав крема, любила разнообразные тоники и лосьоны, маски из свежей клубники, а также обкладывала на ночь лицо кусками сырой телятины. Еще больше времени посвящала императрица уходу за телом. Ежедневно принимала ванну, причем чередовала паровые, масляные и холодные. Часто на ночь вместо ночной рубашки она обматывала тело простынями, пропитанными фиалковым уксусом. Кроме того, спала она без подушки, на жестком и плоском матраце. После 32 лет она отказалась фотографироваться, чтобы остаться в истории молодой красавицы, со словами «Знаете, я всегда фотографируюсь с большой неохотой, это всякий раз приносит мне несчастье». А художником она позировала в последний раз, когда ей исполнилось 42. Со временем Елизавета стала прятаться от посторонних глаз за веерами, вуалями и зонтиками. Неумолимое приближение старости наводит на нее панический ужас. «О, как это ужасно! Я старею!» Невыносимо чувствовать, как время накладывает отпечаток на твое тело, наблюдать, как кожа покрывается морщинами, просыпаться по утрам и заглядывая в зеркало, понимать, что ты уже не та и никогда больше не вернется молодость. К тому же она всеми возможными средствами старалась отгородиться от людей, считая, что люди настроены к ней недоброжелательно. Интересный факт. Прячась от людских взглядов, она от купальной кабинки до моря идет по тоннелю из парусины в сопровождении двух собак. Из ее стихов. «Я хочу стать улиткой, чтобы иметь возможность прятаться в своем домике, когда на меня направлено столько взглядов». Сиси страшно боялась располнять. Она устраивала себе разгрузочные дни. Но не строжайшие диеты. Например, молочный день. Или ела только апельсины, иногда одну порцию мясного бульона. По слухам, она пила сырую телячью кровь, но на самом деле это был специально для нее приготовленный бульон из мясного сока. Обожала торты, пирожные и мороженое. Стройная фигура – это наследственность от отца, который был высоким и худым. Присутствуя на семейных ужинах за богатыми столами, она, как правило, ничего не ела. Это и породило слухи, что она истязает себя голодом. Впрочем, стройную фигуру Сиси сохранила до конца жизни. При росте 172 см она весила около 50 кг. Объем талии – 51 см. Разговаривала с Сиси, почти не открывая рот. Есть подозрение, что из-за курения эмалью зубов не была белоснежной, а она во всем стремилась к совершенной красоте. До 1888-го Елизавета была отчаянной наездницей и много времени проводила в седле. Но начались ревматические боли, радикулиты, и она вынуждена была отказаться от верховой езды. Помимо этого, ежедневно по два часа она занималась на турнике, кольцах, батуте и вела спортивный дневник, куда заносила не только свой вес, но и спортивные достижения. Очевидцы утверждают, что она была настоящей гимнасткой. Отказ от лошадей компенсировала пешими прогулками в любую погоду до 7 часов, что совсем не нравилось ее придворным дамам, вынужденным ее сопровождать. В этом Елизавета опережала свое время. Интересно еще, что она даже сделала себе татуировку на плече в виде якоря, отчего император был в ужасе. В 1867-м император и императрица были коронованы в Будапеште, как король и королева Венгрии. Для Елизаветы, обожавшей Венгрию всей душой, наступил период покоя и гармонии в жизни. Как результат, в императорской семье родился четвертый ребенок, дочь Мария Валерия, которая стала любимицей матери. Девочка родилась и выросла в Венгрии под крылом мамы, и при дворе ее называли «Единственная». Из признания Сиси дочери. «Я никогда не могла понять, как любят другие люди. Моим детям София заменила мать. Но в первый же раз, взглянув на тебя, я сказала, что все будет иначе. Фактически, ты, мое сокровище, осталась моим единственным ребенком, на которого никто, кроме меня, не имеет права. И всю способность любить моего до сих пор холодного сердца я излила на тебя». Самое удивительное в ее жизни – это вечная любовь к ней Франца Иосифа, за которую она отблагодарила его верной дружбой. Как верная подруга она поощряла увлечение 55-летнего императора 29-летней актрисой Катариной Шират. Эта связь продолжалась более 30 лет, до самой кончины монарха. В отличие от Сиси, Катарина была веселой и жизнерадостной, простой в общении. О всех встречах и письмах подруги император исправно сообщал Сиси, а та, чувствуя вину за одиночество супруга, как будто бы и не имела ничего против своей заместительницы. Однако со временем Сиси начала сравнивать их отношения и отношения императора к госпоже Шират. Она жаловалась любимой дочери. «Зачем же я родилась? Моя жизнь бесполезна. Я лишь помеха в их отношениях. Моя роль здесь – роль комика». Однажды она сказала дочери так. «Наш брак нелеп изначально. 15-летнего ребенка купили и заставили дать непонятную клятву, которую невозможно нарушить». Трагическая гибель сына Рудольфа, наследника престола, вместе с его 17-летней любовницей в Мейерлинге в 1889-м, сделала нашу героиню бесконечно страдающей. Отныне Сиси одевалась только в черное платье и совсем перестала появляться в Вене. Ее младшая дочь из дневнике записала. «Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что отец и мать – две противоположности. Иногда я спрашиваю себя, кто из них выше в этом горе. Меня очень беспокоит мать. Она готова на все возможное и невозможное ради малыша, то есть ради отца». Когда волнения сменяются однообразием повседневной жизни, отец, по крайней мере, внешне в бытой работе остается прежним. А матери жизнь кажется гнетущей и безутешной. Она опасается, что ее постоянно растущая боль будет супругу в тягость и приведет к недоразумениям в их совместной жизни. С испугом отмечает дочь и то, что у матери появилась идея фикс. Так жаль, что мама все время предпочитает оставаться одна, пребывает постоянно в глубокой скорби и мечтает лишь о приближении смерти. Последний раз на официальном приеме Сиси появилась в Путапеште в 1896. Вот как описывает ее внешность очевидец. «Императрица выглядит мрачно, вся в черных кружевах, даже заколки и жемчуг – и те черного цвета. Лишь лицо ее, как белый мрамор, но жизни в нем нет. Это просто статуя, без движения, без интереса, без участия». Сиси вновь увладевает болезненная потребность в перемене мест. Она должна ехать, бежать прочь, каждый день меняя места пребывания. На нее навалились и болезни. Даже слабая и уставшая по привычке, она не отказывается от ходьбы. «Я чувствую себя 80-летней», – думает она. Перед ее внезапной смертью Франц Иосиф, ничего не подозревая, напишет. «Ты бесконечно удалена от меня, все мои мысли о тебе. Я с болью думаю о бесконечной долгой разлуке. Особенную меланхолию на меня навевают твои прибранные пустые комнаты». 10 сентября 1898-го Сиси в сопровождении одной из своих фрейлин шла по набережной Женевы, чтобы сесть на паром. Итальянский анархист Луиджи Лукенни прыжком сбил ее с ног и ударом трехгранного напильника оставил крохотную колотую ранку в области сердца. Так что ни она сама, ни окружающие не поняли сразу, что это был смертельный удар. Решив, что нападавшая просто хотела украсть ее украшение, она поднялась и пыталась продолжить прогулку с фрейлиной дальше. И лишь спустя несколько минут почувствовала острую слабость, боль в сердце, головокружение. Императрица опустилась на землю, потеряла сознание и вскоре умерла. Убийца так и не узнал, что выполнил ее главное желание обрести в вечный покой без страданий, далеко от своих родных, чтобы у них не болело сердце и не в постели, а среди милой ее сердцу природы. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Продолжение следует...